МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Опёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Великая победа, наследие и наследники. В Саровском физтехе прошла вторая стратегическая сессия студентов. Уютная атмосфера и живой вокал. Ресторан «Прайм» приглашает саровчан на цикл субботних концертов. Борьба за главный приз. В Сарове проходит чемпионат города по баскетболу. Далее расскажем обо всем подробно. Несколько дней назад саровские автомобилисты столкнулись с неприятной ситуацией. На новой дороге через 4-е КПП установили знаки «Движение запрещено». Водителям приходилось разворачиваться и ехать через 3-е КПП. Тех, кто смелился нарушить правила дорожного движения, останавливали сотрудники ДПС и выписывали штрафы. Как сообщает пресс-служба администрации, движение ограничили в связи с невыполнением ООО ПМК «Выксунская» работ по сдаче и эксплуатации дороги Саров-Кременке. Причина перекрытия – незданный участок магистрального газопровода, который пересекает новую трассу. Чтобы открыть движение по дороге, исполнителям работ необходимо составить на этот участок проектно-сметную документацию и пройти все необходимые экспертизы. Это займет около пяти месяцев. Напомним, дорогу через Северные ворота открыли прошлой осенью. Все это время жители и гости города беспрепятственно ездили по трассе. Почему же спустя год ее закрыли? Чтобы получить достоверную информацию об этой ситуации, мы направили запрос в администрацию Дивеевского района. В Саровском физико-техническом институте прошла 28-я студенческая конференция по коммунитарным и социальным наукам. В ней приняли участие третикурсники вуза. В рамках конференции состоялась вторая студенческая стратегическая сессия «Великая победа. Наследие и наследники». Подготовка к стратегической сессии началась две недели назад. Сначала команд было девять, но в процессе работы ребята стали объединять схожие темы в одно, и на финальном мероприятии конференции студенты представили на суджуре четыре работы о «Наследии Великой Победы». Стратегическая сессия, она собирает людей для того, чтобы они подумали о каких-то очень важных вопросах. И это необязательные эксперты. Они могут прибегнуть к экспертному мнению, но в принципе они излагают свои представления о данном вопросе. Студенты в своих докладах рассуждали и высказывали мнение о том, как современная молодежь сохраняет «Наследие Великой Победы» 1945 года. Есть ли преемственность поколений в этом направлении? Или на каком-то из этапов произошла переоценка ценностей? Илья Макаров и Дмитрий Уткин вместе со своими однокурсниками провели сложную работу по отслеживанию пути передачи «Наследие предков». Вся наша работа построена на рассмотрении как бы вот этого пути наследования. То есть сначала у нас было первое поколение наследников, которые прошли эту войну, второе поколение наследников, которые уже внуки, дети, те, кто прошли эту войну. Как бы что досталось им от... какие потрясения достались им от этой войны. Потом еще поколение внуков, затем правнуков, тех, кто родился в 21 веке. Чтобы получить срез общественного мнения, ребята изучали данные соцопросов. Например, запрос из Российского центра исследования общественного мнения или опрос российской газеты. Также мы проводили собственные опросы среди студентов или жителей Сарова. Опрос студентов родного вуза вселил в Дмитрия надежду, что память о заслугах предков, историческое значение победы в Великой Отечественной войне будет бережно храниться его сверстниками. Студенты еще то поколение, которое, по крайней мере, по рассказам своих родителей, дедушек, бабушек, помнят о Великой Победе и вполне возможно, что дальше будут передавать это знание своим детям. Члены жюри стратегической сессии оценивали согласованность и слаженность действий команд, ораторские способности студентов и их умение презентовать свои доклады. Елена Горцкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. До 1 декабря можно подать заявление о смене страховщика в системе обязательного пенсионного страхования. Уведомление об отказе от смены страховщика до 31 декабря этого года. Это связано с изменениями, внесенными в ФЗ о негосударственных пенсионных фондах. Отказаться от смены страховщика можно лично в отделении пенсионного фонда или онлайн на едином портале госуслуг. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Собственникам квартир, домов, гаражей, транспортных средств и земельных участков необходимо оплатить налоги на свое имущество до 2 декабря. Напоминает Федеральные налоговые службы. Сделать это можно на портале госуслуг либо на сайте налог.ру. Сумма налога, подлежащей уплате физическим лицом, как правило, указывается в квитанции, которую собственники получают по почте. Также информацию о наличии задолженности можно узнать в личном кабинете на портале налог.ру. В случае неуплата налогов в срок они превратятся в задолженность, а затем на них будут начислены пения. Дома эконом-класса на улице Зернова построят в 2021 и 2022 годах. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания, которое на днях прошло в администрации. Речь идет о двух пятиэтажных зданиях по адресам Зернова 43 и Зернова 24. После завершения строительства городская администрация выкупит 30% квартир в новых домах и бесплатно передаст их очередникам. В областном главке призвали граждан не молчать о коррупции в рядах сотрудников правоохранительных органов. Сообщение о противоправных действиях принимает по номеру 8-800-31-30-268-68-68-68. В полиции напоминают, что в уголовном кодексе прямо прописана ответственность как за получение взятки, так и за попытку ее дать. Нарушителям грозят не только штрафы, но и реальное лишение свободы. Полеты на стрекозе, спасение от водомерки и паука. Путешествие брата и сестры по царству насекомых уже 80 лет бодоражит умы детей и вызывает ностальгическую улыбку у взрослых. На очередной встрече в рамках проекта «Читаем вслух» школьники узнали о необыкновенных приключениях Карика и Вали. В этот раз в рамках проекта «Читаем вслух» во дворце детского творчества встретились четвероклассники школ города. Они прочитали произведение Яна Лари «Необыкновенные приключения» Карика и Вали. Книга написана в 1937 году. Она рассказывает об обычных ребятах, которые оказываются в таинственном мире, где их поджидают много опасностей и трудностей. Во время своих странствий путешественники узнают массу интересного и необычного о жизни растений и насекомых. Мне показалось, эта книга довольно интересной, любопытной. Для четвертого класса момент такой затянуть их в мир чтения не только комиксов и современных каких-то микросюжетов, а таких серьезных, интересных, фантастических детских произведений. В проекте приняли участие более 60 четвероклассников. Школьники старались прочитать произведение настолько выразительное и захватывающее, чтобы другие ребята заинтересовались этой сказочной повестью и захотели узнать, чем же все-таки закончится путешествие Карика и Вали. Многие из ребят в проекте «Читаем слух» принимали участие впервые. Самым сложным было читать перед публикой. Столько много людей, волнуешься сильно. Я обязательно эту книгу прочитаю, потому что мне интересно, что случится дальше. Следующая встреча в рамках проекта «Читаем слух» пройдет в середине декабря. Одиннадцатиклассники школ города прочитают слух произведения Юрия Полякова. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. О родном городе с любовью. В библиотеке имени Маяковского открылась выставка картин участницы творческого клуба «Арт-позитив» Александры Марковой-Ерошек. Экспозиция «Купола» соединила в себе все грани творчества художницы и открыла для зрителей новые красивые места Сарова. Подробности в следующем репортаже. Инженер-программист НИИФ Александра Маркова-Ерошек открыла в себе любовь к живописи еще в детстве. Рисунки маленькой девочки со временем переросли в серьезные увлечения. С 2014 года Александра демонстрирует свои работы на городских, всероссийских и даже международных выставках. В экспозиции «Купола» художница изобразила наш город с его улочками, монастырями и колокольным звоном, которые слышатся повсюду. Очень много пишу Саров. В прошлом году выставлялся Саров. Была тема «Падал снег. Заснеженный город наш». А в этом году просто накопились работы, которые подображают наши храмы, наш монастырь. Хотелось их показать вместе. Я их ни разу не собирала вместе. Захотелось так сконцентрировать их. На картинах кто-то без труда угадает знакомые уголки Сарова в разное время года, а кто-то откроет для себя новые стороны привычных пейзажей. Александра Маркова-Ерошек – коренная саровчанка. По словам художницы, детские впечатления и любовь к родному городу вылились в работы о его душе. «Это те ракурсы, которые я видела в детстве, когда ходила в школу. Некоторые люди, которые не ходили по этим дорожкам, они не могут узнать точно, какой это храм, с какой точки он так выглядит. У нас же очень интересный монастырь. Вокруг него, когда ходишь, он меняется настолько, что под углами, под разными, с разным расстоянием церкви встают». Александра два года входит в состав объединения художников-любителей «Арт-позитив». Вместе со своими коллегами она участвует в пленэрах, экспозициях и творческих встречах. Председатель клуба считает, что выставка «Купола» получилась очень искренней и светлой. «Здесь вот именно показан вот этот воздух, это небо, это пространство. И у нее, что особенно для меня важно, у нее очень чистые краски. Я люблю чистые краски, когда они, ну, как-то светятся, как-то подчеркивают друг друга. Очень интересные у нее композиционные решения есть в ее работах». В декабре художники творческого объединения «Арт-позитив» представят свои работы в выставочном отделе исторического музея города Арзамаса. В экспозицию «Всем здравствуйте» войдут картины десяти участников клуба, в том числе Александры Марковой-Ерошек. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В Сарое продолжаются встречи баскетбольных команд в рамках чемпионата города. Игры проходят по круговой системе. В этом году в борьбу за главный приз соревнований вступили восемь любительских команд. На матче двух сильнейших соперников «Авангарда» и «Союза» побывала наша съемочная группа. Команда «Союз» существует уже более десяти лет. Игроки достойно выступают на соревнованиях различного уровня, принося своей команде призовые места. Участие в чемпионате города по баскетболу – это отличная возможность для спортсменов помериться силами с достойными соперниками. Каждый год все сильнее и сильнее команды. Будем играть, стараемся выйти в финал, а там посмотрим. Команда «Союз» и «Авангард» – давние соперники. Обе не раз становились победителями городского турнира по баскетболу. В очередном матче им предстояло сразиться за первую строчку турнирной таблицы. На протяжении всей игры обе команды шли на равных, и никто не желал уступать сопернику. Основное время закончилось в ничью. Итог игры решил овертайм – 96-91 в пользу «Союза». Всего в чемпионате города принимают участие 8 команд. Игры проходят по круговой системе. Все команды будут в плей-оффе, да, потому что это более интересная система в плане даже командам, которые, допустим, проиграли какую-нибудь игру по какой-то нелепости, да, там, у них появляется шанс также выйти в плей-офф. После этих игр образуются две четверки. Одна будет играть за первые, там, четвертые места, а другая – с пятого по восьмое. Игры проходят в спортивном комплексе «Юниор». Посмотреть расписание и итоги матчей можно в группе ВКонтакте «Баскетбол» в Сарове. Победитель чемпионата определится в конце декабря. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. В крупнейшем клубе-ресторане города открылся цикл субботних концертов. Гостей «Прайм» ждут изысканные блюда и напитки, которыми можно насладиться под чарующие звуки музыки и живого исполнения вокалистов. Подробности далее. Вокальные вечера – это отличный повод встретиться с близкими, провести время за душевными разговорами и расслабиться под неспешную живую музыку. Каждую субботу в ресторане «Прайм» для вас будут выступать лучшие исполнители города. Уже в эти выходные гости смогут насладиться вокалом Екатерины Рахтовой. В репертуаре исполнительницы есть джазовые, ретро, зарубежные и отечественные поп-композиции. Главная задача, по словам Екатерины, создать уютную атмосферу в зале. Должно быть относительно комфортно слушателю, и мы никому не должны мешать. Для этого мы, допустим, в данной ситуации рассматриваем белый зал для вот такого лаунж-кафе. В это же время будет работать ресторан и боулинг. То есть люди будут иметь альтернативу. Отличный вокал, разнообразное меню и уютный интерьер ресторана «Прайм». Что еще нужно для идеального субботнего вечера? В заведение часто приглашают музыкантов, чтобы гости смогли отдохнуть от насыщенных будней и интересно провести время. Репертуар артистов напрямую зависит от запросов аудитории. Все зависит от того, какой контингент в зале. Мы же артисты, как психологи, посмотрели в зал, примерно прикинули, какие люди сидят, с какими вкусами, и потихонечку пробуем. Насладиться европейской, паназиатской и русской кухней под выступления саровских вокалистов можно каждую субботу в 19.00 в клубе-ресторане «Прайм». Бронирование столов по телефону 6-75-05 для лиц старше 12 лет. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова